Спасите наши лифты! В Караганде орудуют злоумышленники, расхищающие лифтовое оборудование. Только на прошлой неделе было выведено из строя 26 подъемников в многоэтажках. О чем предупреждают жители и сотрудники обслуживающих компаний, и кто по закону должен возмещать нанесенный ущерб, выясняла Ирина Вовещевич. Постучал в эту дверь и сказал, дайте ключ. Я говорю, какой ключ? Мне вот надо наверху отбросить снег. Жительница девятого этажа одной из многоэтажек на Юго-Востоке рассказывает, как в субботу днем к ней наведался парень за ключами от чердака. Женщина поинтересовалась, зачем. Парень сказал, что живет в соседнем подъезде и нужно почистить крышу. Даже пообещал почистить и крышу над ее квартирой. Марина Волненко обрадовалась такой заботе и указала на квартиру, где можно взять ключ. Сосед спокойно пустил парня на чердак и ушел. Спустя некоторое время решил проверить, как движется расчистка крыши. Но никого там не обнаружил. Да и к тому же лифт вдруг перестал работать. Потом уже пришел лифтер, говорит, ключи дай, говорит, лифт не работает. Я ему ключи дал, он говорит, кого-нибудь пускали, я говорю, пускал. Он говорит, ну значит, украли. Он зашел, посмотрел, говорит, да, точно нет. Все претензии, если лифт не работает, жители тут же адресуют в компанию, обслуживающую лифты. Однако имущество принадлежит по закону жителям. И за его сохранность отвечают тоже они. Поэтому давать доступ в служебное помещение незнакомцу было опрометчивым шагом. Вы должны были это все за ним следить, за сохранностью. Я понимаю, как я говорю. Тут же была вызвана полиция, которые зафиксировали кражу и установили, что похищена тормозная катушка. Сегодня здесь установят другую и лифт запустят. Однако все расходы лягут на жителей. И это хорошо, что нашлась, пусть и не новая, отремонтированная запчасть. Это оборудование советских времен. То есть это оборудование нигде сейчас не найти. Это очень большой дефицит. Если что-то своруют, то уже редкость найти. А чтобы где-то их найти, это все заказывается России. Как выяснилось, это не единственный случай с хищением в лифтовых. Со среды по городу те же умельцы сняли 26 тормозных катушек, состоящих на обслуживании у разных ферм. Удалось даже сделать фотографию одного из злоумышленников. Схема та же. Жители сами пускают воров, либо те сбивают замки. Одни и те же. Их три человека. Люди уже видели их. Вот нужно только заниматься милицией, выловить их и все. Они не брали вначале заявление. Им нужно, чтобы взять заявление от жильцов, от владельцев. Потому что мы не являемся владельцами. Мы подряд на организации заключаем договор с жильцами непосредственно с каждой квартирой. Пока полиция разыскивает злоумышленников, сотрудники фирм всячески информируют жителей о происходящем. В том числе готовят объявления, чтобы не давали ключи посторонним. И обращали внимание на подозрительных посетителей подъездов. Тормозные катушки, трансформаторы тока привлекают из-за наличия меди. Их сдают, говорят в обслуживающих компаниях, за 10 тысяч тенге в переработку. Меж тем, как стало ясно, кражи не прекращаются. 26 февраля в районе 45-го квартала были украдены уже три тормозные катушки. Действительно, данные грабители потеряли страх. На данный момент мы тоже не сидим сложа руки с представителями других лифтовых компаний. На данный момент пишем в прокуратуру жалобу, коллективную жалобу о бездействии полиции. Ирина Вобещевич, Данил Тарасов, Владимир Иванюк, 5 канал.